Я читаю теперь второе соборное послание апостола Иоанна. Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Я очень обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Прибывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте Его. Ибо приветствующий Его участвует в злых делах Его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной. Аминь. Я теперь читаю третье соборное послание святого апостола Иоанна. Старец, возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Дмитрии, за свидетельство на всеми и самою истинною, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Я читаю соборное послание святого апостола. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвизаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом не веровавших, погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленных в пример, так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь, а эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем кайновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов Своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok